давайте перейдем к основному материалу сразу хочу надеюсь что вы это запомните те из вас кто хочет иметь эту пластинку своей коллекции сразу хочу вам вот что сказать 10 песен из них 8 основной массив пластинки записан ну в одном звуке там плюс-минус но в принципе это одна звуковая картина один продюсинг а вот первая песня и 10 последняя принципиально записаны вернее сведены спродюсированы в другом звучание и я когда дойдем до 10 песни расскажу почему это сделано и что я хотел от этой песни а теперь начиная с первой песни да она звучит отлично от всего остального эта песня группы emerson lake and palmer the only way но если вы помните оригинал то это такая торжественная песня базирующаяся отсылающая нас немного к музыке баха и кстати кит эмерсон партию органа в этой песне в свое время записал в каком-то соборе в лондоне и сделал это на церковном органе настоящем органе старом вот на том самом органе вы видели наверняка концертных залах вот эти вот трубы это все вот было записано на таком органе я захотел сделать нечто подобное я очень хорошо помню впечатление вернее даже не впечатление культурный шок который я получил посетив концерт органной музыки в будапеште в соборе сент и что он знаменитом собой сент и сент и что он я был потрясен звучанием органа в огромном пространстве и вот тогда то я подумал эх сыграть бы на но сыграть вряд ли получится а вот прозвучать так как там было бы здорово и я постарался продюсируя и сводя эту песню воплотить эту мечту то есть я хочу чтобы вы представили себе то что я себе представлял мы группа артюнов и кором стоим в пустом соборе и звучит настоящий старый орган не знаю насколько это получилось во всем случае я очень этого хотел то есть все это звучит в очень большом объеме соответствующим эхом там со сколками от стен и все такое и кроме того мы эту песню в принципе да я должен сказать что нет единого подхода в нашем в нашем изложении этого материала этих песен что-то мы делаем очень близко к тексту что-то делаем достаточно близко к оригиналу а что-то мы переделали и вот эту как раз песню the only way мы здорово переделали по форме я начинаю и а капелла вот я ставил один в цент и что мне пою потом включается дима штатнов наш органист где-то там на втором третьем этаже как бы он сидит играть на органе во втором куплете а в третьем куплете уже вся группа к нам присоединяется вот мы все здесь внизу стоим и исполняем эту потрясающую по своей проникновенности и глубине песню вторая песня на пластинке это песня группы юкей рандеву 602 но здесь мы достаточно близко к оригиналу и исполнили хотя я хочу сказать что дима штатнов во первых он исполнил все клавиши которые были в оригинале которую играл эдит джобсон и что-то еще от себя сыграл в общем это очень богатая клавишная аранжировка получилось кроме того дима спел все вокалы в припевах эта фишка а я но меня это вдохновило и я добавил бэк-вокал чуть-чуть в куплетах прямо в студии мне что-то вот пришла в голову какая-то идея я сказал не характерная для меня там вокальные линии то что там очень сложная гармония тем не менее в суде вот это придумал быстренько все это записал чуть-чуть в куплетах этого нет в оригинале но кроме того у меня еще очень вдохновила партия бас-гитары которую наш бас-гитарист володя юновский очень точно снял у юкей то что играл джон вэттон это кстати наш трибют его в том числе и вот наверно после этого я там и бэк придумал и вообще постарался постарался войти в атмосферу эта песня на такая если кто помнит такая странная немножко мистическое по музыке по тексту вещь я хотел очень этому всему соответствовать третья песня на альбоме конечно вам всем хорошо знакома и не сомневаюсь любимы вами эта песня time группа pink floyd но здесь опять же я должен самокритично сказать это не поза это просто констатация я не думаю что это лучше мое вокальное исполнение в моей карьере ну как бы я спел в первом в первом приближении опять же здесь важно знать что остальные наши ребята они очень любят pink floyd и я так с удовольствием вот в этой любви в это их любви за ними проследовал но они гораздо лучше меня справились они эту песню мы играем прямо вот в копейку они играют великолепно все сыграно прямо вот как у pink floyd а я просто старался идти за ними в этой песне есть одна заметная фишка вот тот самый женский бэк-вокал который мы записали на студии мост он звучит в этой песне конечно вы помните в этой песне шедевральный бэк-вокал женский об этом много говорено снято написано действительно это вот то на чем держится песня и конечно кроме маши касс никто бы не смог этого сделать но я вы понимаете да я она моя подруга и конечно я в восторге от того что она сделала вообще на сказать что мои боевые подруги по лиге блюза очень часто мне помогают вот записывая бэк-вокал и лада колоссов свое время не помогала вместе с машей кац в каких-то моих записях для группы четверка рутинова я сейчас помню катя шемякина то вообще прописала весь бэк-вокал наряду с нашими штатными бэк-вокалистками для группы funky soul несколько лет назад совершенно героически и спела там даже один сольный кусок то есть вот девчонки рядом со мной я рядом с ними и лишний раз хочу им сказать большое спасибо повторюсь маша спела это все великолепно и вы должны знать что в этой в этом бэк-вокаля 4 вокальных партий маша каждую из них записала на два трека то есть 8 треков это была кропотливая работа она подготовилась и я ей за это очень благодарен еще одна фишечка есть в этой песне если вы помните у нее такое достаточно длинное вступление там бонги на заднем плане там таинственные клавиши значит бой часов стук сердца еще что-то очень короче вы это помните и также вы наверняка помните произведение с этого же альбома пинк флойд который называется great gig in the sky там совершенно выдающиеся женские вокализы и вот я предложил пару цитат из этих вокализов переместить во вступление к песне time и мы это сделали маша это сделала замечательно